История Носкар началась в Штатах сразу после Второй мировой. Машин становилось все больше, мощность моторов стремительно росла. На юго-востоке США проходили нелегальные заезды, в которых часто случались страшные аварии. Нужен был герой, который объединил быстритрейсеров и повел за собой. Опытный гонщик Билл Франц приношел поддержки со стороны автоспортивных организаций и основал свою федерацию, которая стала крупнейшей в Америке гоночной империей. В 49-м он проводит три маленьких чемпионата. На стопкарах, на доработанных машинах и на авто без крыши. Публике пришлись по вкусу именно стопкары, ведь принять участие мог любой желающий. Большой Билл прославился на весь мир и стал президентом Носкар. Компоновка не менялась уже полвека. Мотор старомодный карбюраторный V8 с чугунным блоком и нижними распредвалами. Объем этого чудовища 5,87 литра. Коробка передачи четырьмя ступенями, хотя на практике передачи надо переключать только при заездах на пидстоп и при остановке гонки. Передний бампер у классической машины должен быть строго вертикальным. Сзади огромный спойлер. Кстати, всего у каждой машины есть три модификации. Для быстрых автодромов и медленных треков. У серийных легковушек несущая конструкция это кузов. Стопкары Носкар же строятся вокруг трубчатой стальной рамы. Вообще вся конструкция подчинена идее асимметричных нагрузок. Ведь машины всегда едут и поворачивают в одну и ту же сторону. Так что рама и ходовая часть испытывают неравномерные напряжения. Машины стартуют с хода. Всего их 43. Последнее место стартовой решетки закреплено за прошлогодним чемпионом в случае, если он не прошел квалификацию. На трассе только левые повороты. Так что нагрузка на болид и пилота асимметричная. Линия старта может быть прямой или изогнутой. А на некоторых треках даже ломанной. Такие трассы называют квад-авал или три-авал. Носкар это гонки на выносливость. Тут важна правильная тактика. Оценить ситуацию на трассе пилоту помогает спортер. Это наблюдатель с биноклем, который сидит на вышке или высокой трибуне. По радио спортер подсказывает гонщику, стоит ли атаковать соперника или лучше выждать. А также сообщает об авариях и обломках на трассе. Еще один важный тактический прием — драфтинг. Пилетон выстраивается в линию вслед за лидером, чтобы попасть в полосу разреженного воздуха. В решающий момент это поможет резко ускориться и обойти соперника. Со временем появился и бамп-драфтинг. Ведомый пилот пристраивается за ведущим и начинает толкать его бампером. Сцепка из двух машин мгновенно ускоряется, беглецы уходят по трыху. Конечно, риск огромный, но игра стоит свеч. Всего существует три основных серии. «Спринт Кап», «Второй дивизион» и «Крафтсман Трак». В свое время на старт выходили самые разные машины. Легендарный «Додж Чарджер», «Форд Мустанг Босс», «Меркурий Циклон». Эти имена навсегда вписаны в книгу Славы Наскар. «Меркурий Циклон» и 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 «